Всем привет! Это Mitsubishi Eclipse второго поколения. Я в него ставлю мотор V6, 2,5 литра, twin turbo, а также делаю полный привод. Параллельно все работы, которые проводятся с ним, я снимаю в виде сериала и это очередная серия Save the Eclipse. Мотор в очередной раз установлен под капотом, то количество раз, которые его надо снять и поставить, я даже не считаю. И сегодня можно приступить к самой избитой теме на моем канале, это установка полного привода. Но учитывая, что эту тему я поднимал уже не один десяток раз, свап на полный привод у меня на канале, наверное, самое распространенное видео, поэтому все нюансы этого свапа я, наверное, уже рассказал. В предыдущем сезоне Save the Eclipse тоже было несколько тем, подробно рассказывающих о построении полного привода на этом кузове. Поэтому сегодня я добавил опять-таки нового героя в этот сериал. Это Eclipse третьего поколения, на котором и в котором и в сравнении с которым я буду показывать, как я делаю полный привод на втором и третьем поколениях Eclipse. На самом деле свап на полный привод в данной конфигурации, а это мотор V6, отличается от классического свапа тем, что применяются немножко другие узлы и они по-другому расположены. И вот о всех этих нюансах я постараюсь рассказать. Ну, по крайней мере, о тех, которых я знаю и о тех, которых я не забуду. И в этой серии речь пойдет об установке заднего полноприводного подрамника и топливного бака. Создание креплений для одного и для другого. Погнали! Подрамник от Mitsubishi Legnamo, в отличие от оригинального подрамника от Mitsubishi GSX второго поколения, имеет четыре точки крепления заднего редуктора. И это его первая и самая главная отличительная особенность. Также он смещен в левую сторону, что при установке на классический GSX является большой преградой, потому что выхлопу пройти негде. Его приходится перекидывать через кардан или обходить сзади редуктора. В нашем же случае свап на 6А13, то есть мотор расположенный так же, как и эволюционовский мотор с коробкой с водительской стороны. И поэтому кардан пройдет с левой стороны, выхлоп пройдет с правой стороны. И самый лучший вариант при этом свапе, соответственно, конечно же, подрамник от родного для такого расположения Mitsubishi Legnamo. В отличие от переднеприводного подрамника у Legnamo и GSX подрамник крепится через сайлентблоки. И с этим связана первая и основная заморочка всего этого свапа. То есть надо поменять крепления, стоящие на кузове, закладные. Потому что оригинальные болты, короткие по высоте, также уши крепления полноприводного подрамника шире, чем у переднеприводного подрамника. Поэтому закладные от старого переднеприводного подрамника становятся препятствием при установке полноприводного подрамника. Их надо вспилить. В кузове второго поколения, да и третьего поколения, Уже есть отверстия под установку креплений полноприводного подрамника. В них только надо заложить болты, соответственно, с закладными. Эти болты как раз по длине подходят из заднего крепления перенеприводного подрамника. И их надо достать из лонжеронов. Для этого придется распилить лонжерон со стороны багажника. То есть из багажника надо достать эти болты. В месте расположения болтов со стороны багажника находится такая выпуклость, которую легко найти и опознать. Ее край является местом распила кузова, через которое можно добраться до закладной. Закладная из себя представляет цилиндрическую втулку и крепление шапочкой, которая препятствует проворачиванию болта и держит его от перемещения вверх-вниз. Чтобы достать болт из закладной, надо распилить этот ограничитель, шапочку. Чтобы распилить эту шапочку, надо сделать довольно большой вырез в лонжероне, в полу багажника. Я пробовал найти более аккуратные варианты доступа к этому болту, но из-за как раз того, что невозможно распилить ограничитель болта нормально, приходится выпиливать такой прямоугольник, а не круглое аккуратное отверстие, которое можно было бы закрыть потом. Раньше я вырезал эту шляпку полностью, теперь я отпиливаю только одну сторону, отгибаю ее в бок, и болт прекрасно вытаскивается из своей закладной. Болт заднего крепления подрамника как раз идеально подходит для переднего крепления полноприводного подрамника. Но внутрь лонжерона я закладываю закладную, чтобы болт не проворачивался и, в общем-то, имел новое место крепления. Не стоял прямиком на лонжероне, находился в своей новой закладной. Для этого лонжерона я вырезаю небольшой треугольник такого размера, чтобы как раз вошел болт закладной. В целом, все эти действия на втором и третьем поколении абсолютно идентичны, потому что подвески у них одинаковые. Но у третьего поколения есть нюансы. Расположение болтов крепления подрамника, как переднеприводного, так и полноприводного, на третьем поколении абсолютно такое же. Также надо срезать второй болт, также надо достать из багажника старые болты, также есть выступ в полу, который легко позволяет определить местоположение этой закладной. В данном случае кузов третьего поколения – это кабриолет, и доступ ко всем этим болтам еще более затруднен, чем на обычном кузове. Соответственно, все болты крепления на втором и третьем поколении имеют абсолютно одинаковую длину, то есть они абсолютно одинаковые и вытаскиваются тоже одинаково. Соборная болта Освободив болты из старых закладных, можно подготовить новые болты. Для новых болтов я использую обычно, ну если нет, конечно, оригинальных болтов от Legnum или от EGSX, я нашел отличный вариант. Это болты М12 165 мм длиной, резьба шагом 1.25. Это болты какой-то рессоры от КамАЗа. Они имеют хорошую прочность, нужную длину и, соответственно, нужную резьбу. Ту резьбу, которая у всех болтов крепления подрамника в оригинале. Но единственный недостаток любого классического болта с шляпкой, то что у него нет ограничителя, который в закладной не позволит ему проворачиваться. Раньше я к этим болтам делал шляпку в виде квадрата, как у оригинального болта. Теперь я эту шляпку модифицировал. Я ее делаю в виде угольника, который своей боковой плоскостью гарантированно упрется в закладную и никогда не провернется. В отличие от оригинального квадратного крепления, которое все-таки легко проворачивается на ржавых кузовах, у которых от времени расслабляются боковые стенки и продавливаются при откручивании этих болтов. Ограничитель в виде такого угла гарантированно не даст провернуться закладной никогда, даже если там все сгниет. Шляпку болта я привариваю к этому ограничителю и получается вот такая закладная, которая в принципе очень легко вставляется в свое штатное место и держится там намного лучше, чем оригинальный болт. Но шляпка болта высокая и приходится ее подпиливать, чтобы потом можно было закрыть оригинальную кружечку, ту, которую мы испиливали в начале. В итоге получаются вот такие вот болты крепления заднего подрамника. Это задние болты, которые вставляются через багажник. В моем случае их четыре штуки, потому что у нас два Eclipse, второе и третье поколение. То есть по два болта на кузов. Но теперь можно перейти к переднему креплению полноприводного подрамника. И для этого надо будет на третьем поколении подрезать крепление продольного рычага. Оно, в отличие от второго, имеет более широкое ребро жесткости и это ребро упирается в сайлентблок, точнее в крепление сайлентблока на подрамнике. Его приходится подрезать. Ну, соответственно, конечно, и центральный болт. Теперь он центральный. Это старый болт крепления переднеприводного подрамника. Обрезанные детали, конечно, потом обработаются, а болт, обрезанный в лонжероне, потом придется зафиксировать. Но в целом все препятствия устранены и можно легко установить подрамник. Теперь ему ничего не мешает и можно также, как на втором поколении, закладывать болт крепления. Для этого абсолютно так же я пилю лонжерон в виде треугольника и делаю крепление в закладную, которое будет заложено внутри. И иметь ограничение от вращения этого болта. Как делать эту закладную я показывал уже не раз и в предыдущем сезоне моего сериала, да и в отдельных видео по разные полноприводные машины. Но каждый раз все равно вносятся какие-то изменения. На этот раз я делаю эти закладные из прямоугольного профиля. Для этого я срезаю одну стенку, где будет закладываться шляпка оригинального болта. Сверлю отверстие в основной стенке, та, которая будет лежать на лонжероне. Болт вставляется в отверстие и стенки этой закладной не позволяют ему вращаться. Закладных я в данном случае делаю уже 6 штук, потому что в моем проекте участвует еще один клип с третьего поколения со слапом 6А13 и полным приводом. Поэтому заодно сделаю на него закладные тоже. Все они одинаковые. Верхняя плоскость этой закладной имеет еще более длинную длину, чем основание, для того, чтобы гарантированно исключить возможность ее вращения внутри лонжерона. Основание крепления этой закладной в лонжероне имеет углубление, и его невозможно сделать более длинным, потому что изменится плоскость прилегания, будет стоять криво. Соответственно, верхнюю плоскость я делаю длиннее, для того, чтобы исключить возможность вращения в лонжероне, всякую возможность вращения. Потому что это закладная, там закладывается, но не приваривается жестко к самому лонжерону, ну в моем случае. Теперь болт имеет новое основание, он будет лежать не в лонжероне, а в новом металле. Довольно толстый металл. Я использую 3-х миллиметровую нержавеющую сталь для создания всех этих закладных, да, в общем-то, и всех креплений на машине. Ну и следом вырезанный участок лонжерона надо заварить обратно. Старый металл, состоящий из двух слоев, я заменяю одним участком из толстого металла. Тоже в данном случае использую нержавейку 4-х миллиметровую, из которой вырезаю те самые треугольники по форме выреза в лонжероне. Эти треугольники имеют большую толщину, и, соответственно, к ним я собираю оба слоя выпиленного металла лонжерона. Все сварочные работы я провожу с помощью тиг-сварки. Это сварка вольфрамом в среде аргона. Ну, это не самая удобная сварка для кузовных деталей, поэтому приходится все защищать очень тщательно. Чтобы избежать ослабления лонжерона, я делаю этот вырез достаточно маленьким. Перед него проходит эта закладная, только лишь в определенном положении. Закладывается вверх, потом вниз, и, соответственно, как бы болт становится на свое место. Закладная свободно лежит в лонжероне, но ограничители, ее длинные ребра, не позволяют ей вращаться вправо-влево. Треугольник, который закроет отверстие в лонжероне и закроет закладную, имеет ребро жесткости. Оно ограничит движение закладной вверх-вниз. Болт при движении вверх будет упираться в это ребро, и, соответственно, не сможет подняться выше этого ребра. Раньше я это ребро делал в виде треугольника, сейчас делаю в виде такого P-образного профиля. В общем-то, это не принципиально, главное, чтобы она ограничила движение и крепко держалась на плоскости этого треугольника. Единственный нюанс этой конструкции в том, что надо ребро жесткости, ребро ограничения закладной установить в нужной плоскости, чтобы эта закладная внутри лонжерона не прыгала, хотя она будет придавлена дальнейшим болтом, но все-таки удобнее, наверное, на монтаже, на моменте установки подрамника, так, чтобы закладные стояли ровно. Поэтому это ребро надо расположить так, чтобы оно прижимало закладную внутри лонжерона. Ну и теперь, когда заплатка готова, ее можно вварить в кузов. Как на втором поколении, так и на третьем поколении этот процесс у меня выглядит абсолютно одинаково. Так же, как и заварить места доступа к задним закладным в багажнике. И теперь все готово для установки полноприводного подрамника на кузов второго и третьего поколения. Все становится на свои места, ничего не мешает. Но это все относится ко второму поколению. А в третьем поколении есть нюанс. Подрамник упирается в нишу, в которой лежит запаска. В эту нишу упирается подрамник, и ее надо немножечко подрихтовать. Буквально пары ударов молотком достаточно, чтобы подмять эту плоскость. Ну и забегая несколько вперед, приходится подрезать среднюю закладную крепление бака на третьем эклипсе, чтобы оно не упиралось в подрамник. Ну и теперь, когда все ограничения, мешающие установке полноприводного подрамника устранены, подрамник вместе с редуктором установлен на кузове, так как он мог быть установлен, если бы эта машина была полноприводной к заводу. Весь процесс установки полноприводного подрамника на второе поколение и на третье поколение в моем исполнении абсолютно одинаковый. Конечно, из раза в раз я какие-то узлы модифицирую, что-то вложу сюда новое. Никакого постоянства в этом вопросе у меня нет. Приходят более новые идеи, новые формы каких-то закладных, каких-то ограничителей. Но в целом весь процесс развивается по одному и тому же алгоритму. Закладные выглядят как штатные. Болт находится внутри лонжерона в свободном положении. У него есть новая плодкость прилегания. Это закладная нержавеющая. Так что вопрос ее коррозии вообще откладывается на долгий срок. Все болты прекрасно закручиваются пневматическим инструментом. Ну или в данном случае моим любимым гайковертом. Ну вот редуктор с подрамником установлен и на Г2 и на Г3. В принципе процесс их установки однотипный, но я показал оба. Дабы не увеличивать продолжительность видоса, я их разделю на два. И в следующем коснусь вопроса установки именно полноприводного топливного бака. Ну а в это время у вас есть возможность задать какие-то вопросы до того, как я сделаю серию про бак и про кардан. Так что задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. А на сегодня это все. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok